Приветствую вас! Давайте для начала подумаем о том, что такое воля. Воля – это возможность совершать действия, это возможность совершать поступки определенные, произвольно. То есть, иными словами, воля – это когда человек делает то, что он хочет. То есть, он сознает то, что он делает, он понимает то, что он делает, ну, отдает себе отчет в том, что он делает. И отдавая себе отчет в том, что он делает, человек сознательно совершает поступки, которые приводят его к тому, что он хочет. Воля – это возможность для человека, возможность для субъекта делать то, что ему хочется. Это именно произвольность. Это именно свобода. То есть, я делаю то, что хочу, и потому, что я хочу. Это произвольность. Соответственно, если у вас нет возможности, так сказать, проявлять волевое поведение, то, иными словами, у вас нет возможности совершать произвольные поступки. Вопрос, который можно задать вам в этом случае. Если нет возможности совершать произвольные поступки, то получается, что вам что-то мешает. Вам что-то мешает совершать произвольные поступки. Вы не свободны в принятии решений, которые принимаете, и вы не свободны в совершении выбора, который вы делаете. Что это значит? Что это значит? Что вы не свободны в совершении выбора своего. Что это значит? А значит, это только то, что на ваш выбор, на каждое принятое решение вами, влияет несколько мотивов. То есть, это не один мотив. Это не только ваш мотив. Например, вот мой мотив, да? Сделать то, что я хочу. Это не только ваш мотив. Помимо вашего, помимо вашего мотива, помимо вашего мотива, помимо вашего мотивационного поля. Есть еще, значит, и мотивационное поле другого, других людей. То есть, и вот они влияют как раз таки на ваш выбор. Они влияют на то, что вы делаете. На то, какие действия вы совершаете, и, скорее всего, на то, как вы себя чувствуете. И весь вопрос заключается в том, почему они влияют на вас. То есть, откуда у них эта возможность влиять на вас. Влиять на ваше поведение, влиять на ваш мотив, на ваше мотивационное поле. И, соответственно, отбрасывая не ваши, чужие, ложные мотивы, вы и будете иметь возможность проявлять вот-вот. А сила воли, с простыми словами, устойчивость к влиянию на вас, других людей, ну, нужно вырабатывать постепенно. Вот она просто так не появится. Работаю дома, дистанционно, режима нет. Видеопроекты, которые могу делать на два дня, дотягиваются до недели до кранего срока. Так, ну, если вы работаете дистанционно и работаете сами на себя, то я полагаю, что нужно планировать вам. То есть, во мной есть четкий план. Что вы делаете, там, допустим, вот как встали, да, что вы делаете. Когда вы принимаете пищу и так далее, и так далее, и так далее. То есть, все вот это нужно. Все вот это необходимо вам сделать. Нужно, чтобы вы имели представление вообще о том, как вам нужно жить. То есть, если режим, если есть этот самый режим у вас, как вот вы говорите, то момент такой здесь. Если есть режим, то это же планирование, это установка. И, соответственно, нужно, чтобы это был такой режим, такой план, который бы вас устраивал. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...